спросил ученика учителя как долго ждать перемен к лучшему если ждать то долго ответил учитель как долго нам еще ждать перемен к лучшему в нашей стране если ждать то долго мы же не просто ждем мы живут ходим на выборы выбрали нового человека не из политики и все равно ничего лучше сторону не меняется да и по большому счету мы уже много выборов прошли а каких-то ощутимых реформ не происходит кардинальных изменений в лучшую сторону не происходит уже были первые вторые третьи четвертые выборы уже поменялось много президентов много министров много парламентов а настоящих реформ не было настоящие реформы которые кардинальным образом что-то изменит а нам необходимы кардинальные изменения после каких выборов были кардинальные реформы которые действительно что-то изменили в лучшую сторону я таких выборов не помню а это значит одно что выборы ничего не меняет но действительно это так если у нас были президенты меняются министры меняются парламенты меняются а реформы нет никаких действительно которые что-то меняет в лучшую сторону президенты меняются а предыдущие ошибки предыдущие проблемы не решаются более того копятся все новые новые проблемы их накопилось уже достаточно а реформ нет и по большому счету это означает одно что нам нужна одна единственная реформа это реформа существующей государственной системы потому как не работает система проблема не в зеленском проблема не в президенте потому как он уже не первое после которого ничего не произошло каких-то кардинальных изменений проблема системе не работает система предыдущий президент тоже много чего обещала не выполнил и еще предыдущие тоже совсем по-другому вел свою политику в общем таких выборов после которых наступили ощутимые кардинальные реформы которые изменили нашу какую-то сферу к лучшему не происходит значит не работает система не работает она от самого маленького своего винтика от дворника конкретного жека который не справляется со своими обязанностями и по нарастающей вверх до самых высоких чинов и кабинетов не работает полиция не работает система здравоохранения таким образом как она должна работать стоит зайти в нашу государственную больницу и все становится понятным не работает наши государственные образовательные учреждения не работает система полностью и полностью необходимо заменить на нечто новое что будет работать если министры президенты меняются и ничего не происходит то это говорит о том что нам эти министры президенты не нужны в том виде в котором они сейчас есть если они не могут ничего изменить надо заменить систему полностью и это может показаться с некоторой стороны как так да не может такого быть что как без министров без президентов по полностью поменять систему это невозможно да на самом деле скорее всего даже при твоей жизни это уже было у нас когда-то здесь было ссср и это была другая система государственная и она сменилась на то что у нас есть сейчас а а еще чуть раньше вообще для история это регулярный процесс это регулярно происходит за всю нашу человеческую историю что эти системы сменяются это для нас для людей которые живут в это время перемен это конечно большой вызов а для некоторых катастрофа а для истории это обычный процесс вот за сто с небольшим лет которые вот на территориях уже несколько систем сменилась когда-то здесь была большая огромная империя 3 по величине во всем мире за все его существование это было 3 по величине государства огромная система огромная машина есть раз она смогла покрыть такую территорию и какое-то время она работала и процветала работала во благо работала и развивалась но в какой-то момент времени она перестала удовлетворять свои потребности своих граждан и это огромная система махина рухнула империя рухнула цари исчезли и эта система заменилась на другую систему вообще которая была не похожа на то что было появилась ссср которая тоже какое-то время работала на развитие сферы нашей жизни некоторые развивались и это продолжалось какое-то время потом и она прогнила она перестала давать нам те возможности которые в мире появились те свободы которые нам были необходимы она пристала удовлетворять некоторые наши потребности и эта система тоже рухнула появилась независимая украина которая дала нам те возможности которые нам были необходимы те свободы которые мы так желали и какое-то время и эта система работала на развитие но и на тоже прогнила и на перестала давать нам те возможности которые сейчас в мире появились получается что вот когда эта система появлялась там 20-30 лет назад у нас были другие потребности и сейчас они изменились и вот эта система она уже не может нам дать те потребности которые на сейчас новые появились мир уходит вперед мир развивается мир эволюционирует и наше общество тоже развивается и его и эволюционирует а эта система она остается старой и закостенилы и она не может нам дать вот эти новые возможности она не успевает за развитие мира и получается так что она и нас пытается сдержать в своем развитии, но такого не бывает, чтобы что-то мир могло удержать в его развитии. Поэтому эта система тоже рухнет. Появится нечто новое, что нам даст эти возможности и мы сможем жить по-другому и будем далее развиваться. Потому как, повторюсь, ничто не может остановить этот мир в его эволюции. И это проблема не только Украина. Если посмотреть тоже на США, там, где у них тоже сейчас есть проблемы, социальное напряжение, которое они не могут решить. Если бы они могли это решить, они бы уже это решили. А так получается, что государство не может решить эту задачу. Вот то социальное напряжение, которое у них есть. И здесь у нас в Украине здесь по большому счету у нас вот витрина образцово-показательная всех мировых проблем, которые существуют. У нас здесь тоже большое социальное напряжение. По большому счету здесь много групп, которые друг друга ненавидят. А система радуется, потому как мы ненавидим друг друга и видим причину тех положений дел, которые у нас сейчас есть, в друг друге. Ты голосовал за Зеленского, это значит, что из-за тебя все происходит так. Ты смотришь Ария, из-за таких придурков, как ты, мы здесь плохо живем. И мы поделились на Зеботов и Прохоботов, на ту или иную группу, а по большому счету, просто все эти группы недовольны тем, что происходит. Просто каждая группа видит решение проблемы по-своему. И получается, что вот эти группы просто хотят жить лучше и видят решение проблем по-своему и на этом фоне не конфликтуют и доходят до физического насилия друг над другом. А система радуется, что причину мы видим не в ней, что ее необходимо менять, а причину мы видим в друг друге, что надо голосовать за других людей. А надо всего лишь систему заменить. Как я сказал, это происходит регулярно. И вот настал опять такой период истории, когда одна система заменится другой системой. И по большому счету, кроме нас, некому это сделать. Потому как не стоит ждать какой-то политика с новыми выборами, которая сможет это что-то изменить. Или создавать очередной Майдан, чтобы заменить одного политика на другой. Это уже было, мы это уже прошли. Это нам необходимо было пройти, чтобы понять, что замена верхних, самых высоких чинов ни к чему не приведет. Необходимо заменить всю систему полностью и создать нечто новое. И создать это необходимо нам, простым людям. Потому как политики, находящиеся внутри системы, их все устраивает. И находясь внутри системы, они не видят того недовольства и что надо сделать, чтобы это поменять. По большому счету, эта система, она же не будет разрушать сама себя и создавать новое. Поэтому не стоит ждать новых выборов, новой политики. Нам необходимо создавать новое уже сейчас. И что же это новое может быть? Что будет работать на развитие? Что даст нам те новые возможности, которые нам так необходимы? Есть хорошее выражение, которое мне нравится, оно звучит следующим образом. Для того, чтобы понять, что будет, посмотри на то, что уже есть. По большому счету, мы уже имеем все эти инструменты и механизмы, которые могут дать нам те новые возможности, которые дадут нам новый уровень взаимоотношений между человеком и человеком, между человеком и государством. Это уже есть. Его просто надо взять, необходимым образом скомпоновать и начать пользоваться. Нам необходимо, не надо бороться со старой системой. Еще одна хорошая фраза, которую сказал Сократ. Если ты желаешь перемен, то сконцентрируй свое внимание не на борьбе со старым, а на создании нового. Так действительно есть. Эта система сама рухнет, она уже гнилая, она еле держится. Она держится только за счет того, что мы не видим как можно по-другому. А если мы будем по-другому, то она рухнет без нашего участия. И что же это новое? Что же надо просто взять и начать пользоваться? Собрать его должным образом и просто начать пользоваться все, что нам надо. Это на самом деле может быть достаточно легко сделать. Для большинства из нас даже не придется вставать со своих мягких кресел, со своих диванов. Это все можно сделать перед монитором. Просто шевеля пальцем. В буквальном смысле пошевелив пальцем. Достаточно легко. Но об этом новом, который мы просто возьмем и соберем нужным образом, и начнем пользоваться, мы поговорим в следующем видео. А сейчас надо совершить как раз вот это действие. В буквальном смысле пошевелить пальцем. Если ты смотришь это видео с телефона, нажми большим пальчиком лайк. Если твоя рука лежит на мышке, указательным пальчиком тоже нажми лайк. Напиши комментарий, интересно твое мнение. И еще есть такая примета, что если сделать репост этого видео, то новое видео, там где мы будем собирать будущую систему, выйдет в два раза быстрее. До новых встреч. Пока-пока. Сделай движение. И таким образом мы придвинемся к новому будущему, которое даст нам новые возможности и основу для развития, для новых взаимоотношений с друг с другом, с властью, с государством. До новых встреч. Увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok